Если ты хочешь похудеть, потренировать сердечно-сосудистую систему, жечь большое количество калорий за небольшой промежуток времени, то ты сделал правильный выбор, нажав на это видео, потому что прямо сейчас я тебе расскажу о беге чуть-чуть больше, чем ты о нем знаешь. Всем привет! Меня зовут Ира, ты на канале Синдерина1, и это видео про бег. Начать бегать может абсолютно каждый из нас, ведь для того, чтобы начать беговые тренировки, тебе нужно всего лишь хорошие беговые кроссовки и твое желание. Ну, в идеале, конечно, хорошая аудиокнига или музыка. Перед бегом стоит сделать небольшую разминку, чтобы уберечь себя от травм. Это могут быть круговые движения головой, махи руками, наклоны корпуса в стороны, вперед. Можем еще потянуться головой к коленям, стараться при этом не сгибать их. Ошибки во время бега приводят к повышенному расходу сил и энергии, потреблению большого количества кислорода и преждевременной утомляемости. Чтобы этого всего не случалось, я тебя познакомлю с техникой бега, как бегать правильно. Начинаем сверху вниз. Положение головы, она у вас не опрокинута назад и наоборот не прижата к груди. Голова у вас находится в естественном положении. Взгляд направлен по направлению движения. Плечи тоже расслаблены, они не зажаты и не приподняты. Руки у нас самые большие помощники во время бега, если научиться ими правильно пользоваться. Они не должны быть прижаты к корпусу нашего тела или наоборот отведены быть слишком широко. Руки работают как колесный механизм у поезда. Можете визуально начертить линию посередине вашего тела и мысленно стараться руками их не пересекать. Относитесь очень внимательно к выбору спортивной обуви для ваших беговых тренировок, потому что подошва хороших кроссовок помогает гасить удар во время приземления. Если у вас есть выбор, на какой поверхности бегать по асфальту в городе, либо на стадионе по беговой дорожке, всегда делайте выбор в пользу беговой дорожки, потому что здесь есть специальное покрытие, называется тартан, которое обеспечивает амортизацию и уменьшает травмоопасность. Дыхание. Есть очень много разных теорий о том, как спортсмен должен дышать во время беговых тренировок. Одни говорят, что надо вдыхать через нос, выдыхать через рот. Другие говорят, что дышать нужно только носом. Запомните, наша основная задача во время бега обеспечить наши мышцы кислородом, поэтому дышите как вам угодно, главное дышите. К примеру, я делаю вдох носом за два шага и выдох ртом еще за два шага, поэтому попробуйте несколько вариантов и выберите тот, который подходит именно вам. Приземляться на стопу нужно плавно и легко. Для того, чтобы это получалось, нам надо как можно меньше времени находиться в состоянии полета, иначе наши коленные суставы будут испытывать дополнительную нагрузку. Есть даже такое понятие, как каденс, с английского это ритм, то есть количество шагов, которые бегун делает за одну минуту. Нормальный каденс считается от 160 до 180 шагов в минуту. Эти показатели вы можете легко отследить на фитнес-брустете, либо на умных часах. Какие мышцы работают во время беговых тренировок? Пресс, спина, плечи помогают нашему телу удерживать вертикальное положение, но все-таки основную нагрузку берут на себя группа ягодичных мышц, квадрицепс, бицепс-бедер и икроножные мышцы. А теперь мы переходим к такой самой интересной теме, сколько же калорий тратится во время бега. Средний человек весом 60 кг за 15 минут бега тратит 150 калорий, соответственно за полчаса 300 калорий и за час целых 600. Это достаточно много по сравнению с другими физическими активностями. Если вы только начинаете свои беговые тренировки, начните бегать в среднем темпе. Обязательно фиксируйте свой прогресс, потому что это будет здорово вас мотивировать. Для этого вам помогут смарт-часы, фитнес-браслеты. Если у вас нет ни того, ни другого, используйте приложение, к примеру, Nike Running Club. Это приложение вам поможет отследить дистанцию, время вега, средний темп за километр. Если вы собираетесь совершить свою первую пробежку, обязательно зафиксируйте свой результат, чтобы завтра вы могли его чуточку улучшить. Я очень надеюсь, что это видео вдохновит вас на беговые тренировки и совсем скоро вы начнете ставить свои маленькие рекорды. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на канал, и мы обязательно увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok